Друзья, всем добрый день, меня зовут Арэн, я живу в Красноярске. Хотел бы записать видео-отзыв о проекте Dudukist. Моя история была такова, что я очень загорелся и захотел начать играть на дудуке. Играю я на музыкальных инструментах полтора года. Начинал с гитары, фортепиано. И третьим инструментом хотел Дудук, потому что Дудук это армянская душа. Я считаю, что армянин, если он музыкант, то он должен играть на дудуке. Это прекрасный и волшебный инструмент. Но дело в чем. Первым делом я зашел на авито и посмотрел авито, юла, посмотрел варианты данного инструмента. Ничего там не оказалось на самом деле. Либо оказалось, что за 3-4 тысячи рублей они стояли. Бушные какие-то дудуки были. Но я вообще ничего не понимал. Я не знал, что покупать, как покупать, для чего этот инструмент нужен, в каком он состоянии и так далее. Поэтому, недолго думая, зашел в интернет, увидел по первой ссылке проект Дудукист. Посмотрел сайт, отзывы и так далее. И просто отложил в сторону. Подумал, что я поеду в магазин Мусторг, сеть музыкальных магазинов, думаю, вы знаете. Я поехал в этот магазин, и там был один-единственный дудук, Арарат, на витрине. И я поехал туда. Я прекрасно понимал, что продавцы и консультанты вообще ничего не понимают в дудуке. Все-таки это такой специфический, этнический инструмент. И мне консультант говорит, да, у нас есть дудук. Я сейчас его покажу. Берет дудук в коробке, соответственно. Открывая коробку, дудук падает. Камыш тоже куда-то там падает. Ну, он поднимает, такой, ну вот дудук. Я смотрю, я не понимаю, насколько это хороший инструмент и так далее. И он мне такой говорит, слушай, тут буквально недели две назад приходил парень за дудуком. Мы ему, говорит, продали. Он ушел, говорит, ушел к своему преподавателю по дудуку. И говорит, на следующий день вернулся. Преподаватель сказал, что ты за, ну, плохой инструмент купил, просто сдай его и больше никогда такой инструмент не покупай. Это не инструмент, на нем невозможно играть. И преподаватель был прав, действительно, это был просто сувенирный инструмент. Все, что вы видите, за три, за четыре, за пять, за шесть тысяч, это все сувенирный инструмент. В других музыкальных инструментах данного дудука не было вообще. Ну и тогда я, честно говоря, уже начал волноваться. Думал, ну, где же достать дудук? Я нахожусь не в Армении. Вот. И я нахожусь в Красноярске. Не хотелось никого дергать. Хотелось прийти, купить и сделать себе подарок. Я зашел, опять же, вернулся на сайт Дуду Кист, потому что, ну, в самом начале на этом сайте меня смутила цена. Я подумал, что это дорого. Я подумал, что это дорого. Я подумал, что это, ну, типа, для чего. Ну, это то же самое, что купить гитару за сто тысяч и купить гитару за десять тысяч, да. За десять тысяч гитара тоже хорошая. Вот. Ну, за сто оно тоже отличается, конечно, но не все это поймут. И я вернулся на сайт, позвонил по... Ну, связался по WhatsApp с Суреном. Вот. Ну, и, соответственно, захотел, чтобы он меня проконсультировал. Пообщаешь, пообщавшись с Суреном по WhatsApp, Ребят, я реально, я был удивлен, данный человек мне рассказал абсолютно все, какой мне инструмент нужен, зачем он нужен, почему я должен покупать именно у них, и почему я должен покупать именно профессиональный инструмент. Он мне посоветовал почитать, посмотреть отзывы на YouTube. Я к отзывам отношусь, честно говоря, не очень. Вот тот отзыв, который я записываю, это впервые в жизни, что я записываю. Я к отзывам отношусь не очень. Но я зашел и посмотрел отзывы ребят, которые выкладывают. Там около 20 было. Ребят, я, честно, я был впечатлен. Я был впечатлен, потому что там были и русские ребята. Там было вообще очень мало армян. Было очень много русских ребят, которые с такой душой, с такой душой занимались, с такой душой играли. Я, честно, не знаю. Красавцы. Ребята, реально красавцы. И что я хотел сказать. Я потом связался с Суреном, и я понял, что инструмент действительно, и вообще этот проект действительно такого нет. Я, как человек, который хочу купить инструмент, хочу на нем заниматься, я не могу никому обратиться. И вот появляются ребята, которые помогают, которые консультируют, которые советуют, которые во всем, в своем деле профессионалы. И все, что просто нужно сделать, это оплатить и через 5-6 дней получить свою посылку, свой инструмент. Это был Новый год. Я получил его под Новый год. Я был очень рад. Это был мой подарок на Новый год. Я его сам себе сделал. Ребят, я очень доволен. Правда. Вы очень крутые. Спасибо вам. Я занимаюсь сейчас у преподавателя, и я сказал, что купил у проекта Дудикист. Он, конечно, не знал, но он сказал, что это очень отличный инструмент. Это профессиональный, прекрасный инструмент. И звучит он действительно так же. Я еще заказал вот такой кейс. Ребят, кейс обязательно заказывайте. Он очень классный на самом деле. Он очень удобный. Вот так взял и пошел заниматься. Ребят, смотрите, открываю кейс. Здесь, соответственно, сам дудук. Сам дудук. И вот два камыша сюда входят. Один жесткий, другой мягкий. Вот жесткий. Я вот занимаюсь всего месяц, и сейчас я занимаюсь на жестком камыше, потому что мягкий камыш, ну, он уже не такой. Уже приходится больше губами, соответственно, ноту дотягивать. И жесткий уже, ну, губной аппарат уже, он становится более устойчивым, и на жестком дудуке, соответственно, можно будет заниматься. На жестком камыше, простите. Вот. Сам дудук, сам дудук, но он прекрасно выглядит. Ну, посмотрите на этот инструмент. Ну, какой же он красивый. Он красивый. Вот хочется его вот так вот гладить. Хочется вот с ним просто обращаться. Приятно. Ну, ребят, ну, это прекрасный инструмент. Правда. Звучит он классно. Ребят, я вам сейчас постараюсь сыграть. Я занимаюсь месяц. Не постараюсь, я вам сыграю. Вы просто послушайте. Честно сказать, не надо. Просто оценивать меня очень, так сказать, жестко. Вот. Я только начал заниматься, и я уверен, что через полгода я буду уже совсем по-другому играть. Вот. Сейчас я просто сыграю музыку по нотам. Вот. Сыграю я вам песню, музыку, вы сейчас услышите. И что еще хотел сказать. Буквально вчера, буквально вчера я занимаюсь вечером где-то с 10 до 12, просто после работы прихожу, поздно уже. Буквально вчера соседи наши снизу написали заявление, что, соответственно, наша квартира очень шумит, и там постоянно, соответственно, играет музыка. Это все потому, что я занимаюсь дудуком. Но я вам могу сказать, посылайте ваших соседей нахрен, на все четыре стороны. Пошли они вообще куда угодно, потому что, ну, звучание данного инструмента, это оно прекрасное. Ребят, от меня совет. Первое. Найдите себе преподавателя. Сто процентов я вам говорю. Вот тут не прокатит, как с гитарой, самоучка, купить курс, как я это делал, я научился играть. Ребят, тут не канает. Серьезно вам говорю. Ищите преподавателя. Там очень много нюансов. Это тяжелый инструмент, духовный инструмент. Находите преподавателей и занимайтесь, ребят. Занимайтесь хотя бы час в день. Я тоже сейчас пытаюсь найти час в день, минимум, чтобы заниматься. Это очень важно. Иначе нет никакого смысла, ребят. Абсолютно никакого смысла. Так, сейчас вам чуть-чуть, чуть-чуть наиграю, ребят. Чуть-чуть совсем наиграю. Вот. Продолжение следует... вот это называется песня армений пар то есть танец армена вот мы вот еще такая есть песня пепо называется а akat нет нет и и и и он и спасибо ребят покупайте данный инструмент у проекта дудукист и будьте счастливы и занимайтесь музыкой радуйтесь развивайтесь удачи и здоровья вам и вашим близким ребят кстати возможно сурена ставит мой инстаграм в конце под видео что приходите буду выкладывать свои свои видео на дудуке как обязательно научусь более более лучше играть на дудуке осваивать данный инструмент обязательно будет там видео так что заходите спасибо всем пока